Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогер Мэн. В этом видеоролике я покажу вам такие вещи, которые очень сильно разряжают наш смартфон. Из-за этого, как следствие, телефон живет намного меньше. Не в том плане, что он перестает работать не через 5 лет, а через год. А в том, что вы ставите его на зарядку намного чаще. Если мы с вами произведем некоторые манипуляции, очень простые, забегая наперед, скажу, чтобы вы понимали, чего ожидать, то телефон, соответственно, станет жить намного дольше. Давайте конкретики добавим, кому интересно, думаю, многим. Допустим, у вас телефон жил где-то 5 часов экрана. Если вы произведете то, что я покажу в этом видеоролике, он будет жить ровно в 2 раза больше, в очень многих случаях, ребят. Так что делаем все поэтапно, очень много способов покажу. Причем обосную даже, ну, для самообразования, если вы желаете самообразовываться, да, почему это нужно сделать, и чтобы вы, допустим, сами потом могли помочь своим родственникам, друзьям и так далее сделать то же самое. Это очень полезно, я считаю. Ну, а вы не забывайте поддержать этот видеоролик и меня своим лайком, и для того, чтобы стоял. Ставьте лайк, ребят, чтобы стоял. Хорошо, когда стоит лайк. Вот вы поставите, и у вас будет стоять, и у меня будет стоять. У всех будет стоять, ребят. Спасибо за взаимность и за общую заботу. Надо, чтобы стоял. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Давайте мы с вами, во-первых, такую техническую часть, чтобы вы поняли, да, что мы, во-первых, будем делать. Ребят, мы будем, во-первых, отключить очень много фоновых процессов. Почему? Потому что телефон, телефон сам по себе, он как бы не кушает много зарядки. Если вы, допустим, смотрите YouTube, там не важно даже у вас IPS дисплей или AMOLED, да. Ну, важно, конечно, но не очень. Так как фоновые процессы, то есть кушает батарейку именно нагрузка. А нагрузку дают фоновые процессы, разные приложения и так далее. Даже те фоновые процессы, которые мы не видим, ребят, оттого они называются фоновые. Я в одном из своих видеороликов, посмотрите на канале Блогермен, показывал, как вы, короче говоря, там невидимые ошибки приложений, из-за которых тормозит Android, становится работать медленнее. Вот, я показывал, как, допустим, тот же Facebook постоянно вылетает, постоянно тормозит, да, закрывает, требует разрешения и так далее, но вы не видите. Он у корневой папки Android это требует постоянно, и я вывел это все на экран, и тогда многие в шоке были, что такое происходит на их телефоне, и подключали всякой ерунды много, да, да, да. Вот, так что посмотрите, интересная тема. Мы с вами, когда вот я вам объяснил, надеюсь, вам это было полезно, да, для того, чтобы вы, ну, может быть, вы это и так знали, если вы гик, допустим. Вот, ну, люди разные, я хочу, чтобы все самообразовывались, это, по-моему, хорошее желание. Смотрите, мы с вами идем в безопасность. Единственная проблема в том, что у меня телефон Xiaomi, например, а у вас, может быть, Samsung тоже, да, вот, и у вас немного все по-другому. Но это, на самом деле, ничего страшного, потому что я объясню, как это на любом Android сделать чуть дальше. А вы напишите в комментариях модель своего смартфона, для того, чтобы именно я показал в одном из следующих видео, как именно на вашем телефоне сделать, чтобы вы зашли и увидели, вот, ваш телефон, чтобы тут лежал, и вам было все очень-очень понятно, потому что много моделей, ребята, и брендов, я не могу знать, у кого какой. Вот, вы можете написать в комментариях, я покажу, как именно на вашем модели сделать. Смотрите, мы с вами можем отправиться в такой параметр, как приложение. Вот, приложение есть у всех. Есть разрешение. Это очень важный пункт, разрешение приложений. Во-первых, во-первых, как говорится, если ты, если у тебя нет паранойи, это еще не означает, что за тобой не следят, да, вот. Нет, я не говорю, что за нами следят, там, и так далее, но, тем не менее, согласитесь, здесь странно, когда, допустим, я не знаю, какое, вот, идем в хранилище, что тут имеет доступ, какое приложение имеет к хранилищу, зачем темам доступ, а, ну, темам надо, ну, допустим, зачем ВК доступ к хранилищу, да, или зачем сообщениям доступ к хранилищу, зачем мои фотографии, там, видео и так далее, да, для чего. Он спросит у меня, когда что-то нужно будет, допустим, передать. Я к чему? К тому, что, ребят, убирайте из доступа, вот я показал, управление разрешением, убирайте его, заходите в контакты. Какие приложения имеют доступ? Почему? Потому что это, во-первых, не очень хорошо сказывается на статистике отслеживаний, да, определенными приложениями. Во-вторых, это очень сильно разрежать телефон. Почему? Потому что чем больше задействовано приложений в доступах, в разрешениях, тем больше постоянно эти доступы, они поддерживаются. То есть, постоянно приложение посылает разрешение, возможность, да, получить доступ. И вот это все, на эту поддержку ресурсов уходят эти самые ресурсы. Потому отключаем, заходим в местоположение, смотрим, допустим, вот это приложение мне не надо, чтобы получало доступ к местоположению, отключаем, ребят. И так делаем с каждым пунктом, да. Думаю, понятно, у многих людей, если у вас много приложений, у меня всего там штук 10. Если у вас 100 приложений, вы просто офигеете, мягко говоря, от того, сколько у вас тут разрешений. Это не очень полезно. И более того, это разрешает батарею, я объяснил почему. Как и обещал, ребят, я все объясняю. Идем в зад, да, мы с вами выдвинулись. И тут, ребят, важный процесс сейчас будет. Мы приложение вот имеем, да. Мы здесь можем, а, давайте пойдем в зад еще раз. И идем в такой параметр, как передача данных. Передача данных, сетевые подключения. Здесь три точки, фоновые подключения. Здесь мы, ребят, можем взяться за лупу, во-первых, да, ну, как вариант. Вот, вот она, я вам только что показал свою. Вы увидели мою. Вот, хватаемся за нее все вместе. И, значит, пишем здесь следующее. М, С, А, мы можем либо схватиться за лупу, взяться, да. Либо же, вот вы напишите, за что вы. За лупу или нет, да, за что вы голосуете, так сказать. Я вот люблю хвататься лично. Потому что, ну, долго можно искать вот так вот вручную. Вот этот сервис, ну, долго, согласитесь. 107 приложений, вот так долго будете искать. А взяли за лупу и все нашли. Это то же самое вот, видите, я даже положил специально здесь. Потому что это очень важно. Это аналог того, что мы с вами делаем, да, соответственно. Это очень важно, ребят. Так что всем рекомендую всегда хвататься. Смело и уверенно. Все. М, С, А, отключаем сервис, если желаем. Что это за сервис? Это сервис, ребят, который, короче, долго объяснять. Ничего он хорошего на моей практике, по моему мнению, не приносит телефону, да. Он собирает разного рода информацию, передает ее и так далее. Короче, не очень хорош сервис. И после отключения этого сервиса, в основном, телефону становится легче дышать, да. Разные китайские сервисы, допустим. У меня телефон не китайский совершенно, но у него есть здесь разрешение для фонового подключения. Я не буду это отключать элементарно, потому что телефон используется для видео. У меня сейчас все отключи, потом включи, я так установка в каждом видео делать. Я просто вам показываю, да, мне дальше нужно видео снимать об этом телефоне, показывать, какие есть уродские сервисы, которые нужно отключить. Посмотрите сами, здесь очень много всяких сервисов. Браузер сервис, допустим. Зачем мне сервис в фоне нужен данного приложения, непонятно. Для чего у меня инстаграм в фоне, непонятно. Музыка, там даже тот же джимейл, да, я не знаю, карусель обоих. В фоне просто кто может мне объяснить? Да никто. Фейсбук сервис это вообще отдельная тема. Я сейчас прямо введу вот так вот. Я даже отключу на этом телефоне, просто потому что они мне тут не нужны настолько, что я вот больше даже не буду в видео это упоминать, да, про эти фейсбуки всякие. Вот так все должны это знать. Я отключу. Фейсбук сервис, я отключаю. Все. Но это лично я делаю. Вы хотите делать и хотите, нет, ребят. Смотрите, раз, два, три, четыре. Вот четыре сервиса я лично отключил. И уже телефон, поверьте, станет жить моим. Намного-много лучше ему станет. Ну, честно я говоря, скажу так, что большинство приложений здесь, которые известны вам, мне вернее, да, лично мне не надо, чтобы они работали в фоне. Ну, просто не надо. Но, коли это тестовый телефон, пускай. Пускай он это делает. И я буду людям рассказывать, заходить сюда и показывать. Вы, может быть, а может быть так, что вы скажете, что вот ты сам запускал эти все процессы? Как это может быть столько в фоне, сколько процессов висит? Зайдите, ребят, посмотрите на своем телефоне, сколько у вас в фоне приложений. У вас может быть там вообще тысяча, если у вас тысяча приложений, у вас там может вообще косарь. Вот так я скажу вам. Так что нет, на самом деле, поэтому вот я их не отключаю. Многие справы, почему ты не отключаешь. Ребят, потому что я показываю другим людям, снова, я не последнее видео по этой теме с тему, поверьте. У меня шесть каналов на ютюбе. И я постоянно показываю людям, да, периодически, вот это способы разные, дополняя их, и они узнают, кто это, и отключают, и у них все хорошо, да. Представьте мне это постоянно, отключать, включать, отключать, включать, 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 просто померять можно. Смотрите, ребят, я думаю, понятно, я объяснил, да. Если как можно меньше процессов здесь будет запущено, телефон меньше будет в фоне, кушать, оперативочку, а что тогда будет меньше? Меньше разряжаться. Меньше будет посылать трафика, запрос к трафику, меньше будет разряжаться. Думаю, очевидно и логично, просто об этом, ну, недалеко не все знают. Так же, ребят, в мобильном интернете отключаем приложение, которое мы просто не хотим видеть в подключении, да, и все. Для Wi-Fi делаем то же самое. Вот Wi-Fi берем, делаем фоновое подключение, и так же здесь выключаем все, которые нас просто с вами не интересуют элементарно, да, а не интересуются сами этих приложений. Все, идем с вами в зад, как всегда. Ребят, здесь мы с вами идем о телефоне, обязательно идем в хранилище. Идем очистить память. Смотрите, пол гигабайта очистить. Когда мусор висит в задачах, о, смотрите, видите, реклама. Нажимаем настройки. Получать рекомендации. Выключаем. Все, и телефон опять же будет меньше разряжаться, так как меньше реклама. Мы сейчас к рекламе еще вернемся, насчет того, чтобы он меньше разряжался. Как реклама влияет вот эти показ баннеров на то, что телефон меньше живет, соответственно, да. Вот, мы с вами очистили мусор для того, чтобы телефон дольше жил. Чем меньше нагрузки на процессор, на оперативку, тем лучше телефон справляется со своей задачей и долго выживать. Правильно? Правильно. Мы с вами насчет рекламы идем. Расширенные настройки, регион, выбираем Великобритания, получаем минимум рекламы или вообще ее отсутствие. То есть, хватаемся за лупу снова, пишем Великобритания, выбираем и перезагружаем смартфон, реклама становится намного меньше и телефон становится дольше еще жить. Следующее, есть такой параметр интересный, питание и производительность. Во-первых, можно оптимизировать все, во-вторых, многие знают об экономии энергии, зарядки, да, потому что этот параметр есть у большинства здесь, да, вы его можете отсюда включить, люди об этом знают, что есть экономия энергии, да, и, соответственно, они заходят, включают и радуются жизни, когда у них мало, вот видите, да, экономия, но мало кто знает, что есть ультраэкономия энергии, у меня сейчас 54% заряда, но даже так он проживет 274 часа 34 минуты, то есть где-то 10 суток получается, да, даже 13 суток, ну, не важно, в общем, даже на 50% он проживет 2 недели, а 100% ну, месяц, нормально? Нормально, по-моему, вот, ребята, об этом мало кто знает, что такое параметр есть, если у вас нет его, его можно активировать, практически на любом андроиде, напишите в комментариях модель своего телефона, единственное, да, отличается в зависимости от того, какой у вас телефон, напишите в комментариях модель своего телефона, и я покажу в одном из своих будущих видео, как именно на вашем телефоне активировать данный режим, чтобы он вообще появился, вытащить его, да, понятно, на данном этапе, ребят, мы с вами уже сильно поднатаскали наш телефон в экономии энергии, и он должен уже держать намного лучше, вот, это опять же по статистике, по отзывам людей, которые это делают, да, и в принципе, напишите в комментариях, насколько увеличилась ваша производительность и автономность вашего телефона, в принципе, даже по последнему параметру мы увеличили там в 100 раз, там, или в 10 раз, автономность, но даже если у вас нет ультраэкономной энергии, мы все равно увеличили процентов на 35, ну, 100 процентов, это я уверен, а то и больше, как говорится, да, вот, а может даже еще и выше, я думаю, уже хватит в этом видео показывать способов, я покажу еще в одном из своих следующих видеороликов обязательно будет продолжение, просто так можно заглянуть на 14 часов, вполне реально скажу, способов хватает, если вы хотите видеть продолжение, обязательно ставьте лайк, тем самым покажите, что нужно, как раз таки, уже где-то пятая часть по этой теме выходит, я дополнения свои вношу сюда, да, чтобы было полезно, именно потому, что люди проявляют активность в виде лайков именно под этими видеороликами, по экономии энергии, вижу, что людям надо, они ставят лайки, и я снимаю продолжение, так что, ребят, ставьте лайк, и для того, чтобы стоял лайк, это очень важно, подписывайтесь на канал блогермен, и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видеороликов, а также задавайте свои вопросы в комментариях, потому что именно по вашим вопросам я и снимаю свои видеоролики, а мы с вами, как-то, безусловно обращаемся, но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся, ребят, я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи, и до скорого!